Вы вырастили достаточно большое семейство. Вы 13 бессмертных душ, Господь вам доверил на временное пользование. И вот как мудрые домостроители, какими принципами вы пользовались? Как вам Бог открыл? Как надо воспитывать детей? Как надо устраивать жизнь свою? У меня такое представление, что должен быть результат не сиюминутный. Маленькие дети, они порой просто, что им скажешь? А потом они сами должны выбор делать. Их направить к вере, направить ко Христу. Не какие-то шаблоны поставить, а вот богобоязненность, чтобы они понимали смысл жизни. И каждый становится уже сам на ноги. Бывает, что в процессе вот где-то подростки, они, может быть, не так себя ведут, как нам хотелось бы, но это не значит, что мы их меньше любим или в чем-то ограничиваем. Вот именно направляем на то, чтобы они сами выбирали, взвешивали и сами выбор делали. Куда идти, в какой кружок, допустим, участвовать, где можно, а где нам не совсем прилично. Я тоже всегда понимал, что детям главное не слово, а дело. Или, по крайней мере, чтобы слово не расходилось с делом, с жизнью. И тогда, ну да, когда маленький ребенок, там проще поставить границы, нравоучения или наказания. И будет послушание. Но когда вырастет, останутся ли вот эти, ну, желания родителей его принципами жизни, это только уже, когда вот действительно ребенок жил и видел, что здесь Богоприсутствие, здесь благословение. И вот с этого пути, ну, не стоит уходить на какие-то экспериментальные пути. И вот тогда, входя в возраст, ну, в какой-то, у каждого ребенка он свой, это уже будет сознательный выбор держаться Господа. Потому что когда-то у каждого будет все равно этот выбор личный. И вот тогда принципы жизни родителей смогут передаться, наверное, когда они видят Бог на их стороне. И тогда хочу, чтобы этот Бог, который вел родителей, был моим Богом. Вот одна мама мне задала вопрос, как подружиться со своими детьми. У вас это получилось? Да, мы все прилагаем, все старания, чтобы с ними дружить. И как это у вас получалось? Поделитесь опытом. Вот что бы вы ответили этой маме? Какие бы вы ей дали бы советы из своей жизни? Мне помогает то, что я вспоминаю, какая я была. Мы иногда смотрим со взрослой точки зрения. А когда я была в том возрасте подростковым, как я мыслила. Мне тогда помогает понять детей своих. Ну, может быть, со стороны виднее. Например, для меня всегда видно, вот маленькие дети, они очень часто в определенном возрасте предстают с вопросами, почему. От них можно отмахиваться, как назову любых Бог. Мол, время отбираешь, и так оно ценно. Но вот в это время, когда дети тянутся, не поставить границу, что вы просто надоедаете, не нужны, лишние. Потому что кто-то так сказал, что когда, ну, есть время, когда дети бегают за нами, а может прийти время, когда мы за детьми будем бегать. И вот в это время, когда у них происходит становление, чтобы они увидели, что они нужны родителям. Не только в хозяйственном плане, там, помыть посуду, потерять полы, там, или что-то по хозяйству помочь. А именно, есть у родителей время ответить на эти, почему, посидеть там, уроки поделать или еще что-то. Но у нас как-то, может быть, сейчас мы меньше, но как бы эстафету взяли старшие дети. Там и пение разучивают, и занимаются по музыке. То есть, ну, это уже, ну, как бы задан курс был в свое время. Ну, детей, например, я, как только что-то они могли делать, пусть первый класс, я уже тоже их привлекал к работе, поручал какие-то участки, причем не просто стоял над душой, как говорят, а объяснял – делайте. Ну, прихожу, все не так сделано. А почему так делал? Не как я сказал. Ну, начинается там рассуждение. Поэтому вот в это время, когда дети ищут, не стать чужими. Это один момент. А с другой стороны, дети тоже, что они смотрят принципы, по каким принципам папа с мамой живут. Это упование на Господа. Я помню, у нас был момент, после общей молитвы вечером, встаем с колена, дети не расходятся. Понял, у них есть вопрос какой-то, что они говорят, папа, мы решили, что так жить нельзя, ты должен поменять работу. Ты можешь гораздо больше зарабатывать. И я говорю, ну, посмотрите, чем плохая работа. Вот с этой работой Бог дал нам дом построить, дом молитвы. Но все равно сейчас другое время. А Бог-то тот же остался. И вот стал говорить, что дело не в цифрах дохода, а как то малое, что есть, Бог благословляет. Ну, и как-то получилось детей убедить, что, в общем-то, дело не в работе, а в уповании на Бога. И вопрос переменный, что папа поменял работу, не встал. Ну, у меня работа была, пусть малооплачиваемая, но она зато свободная была. В плане работы в доме молитвы, в плане посещений братских, там, других церквей, различных курсов, мероприятий братских. То есть, в любое время я мог быть свободным. Для меня вот эта свобода была приоритетом в выборе работы. А то небольшое, что было, Бог дополнял и умножал, или даровал мудрость правильно распорядиться. И поэтому дети, видя наглядно, как это живое упование на Бога было, они подражали. У меня есть вот горький опыт, который я, как я приобретала дочь свою, которая перестала меня воспринимать с подросткового возраста. Она в 16 лет. Я уже заметила, что любое мое слово, доброе или плохое, раздражает. Пришествовало этому, может быть, я какие-то замечания делала, которые ей не нравились. Хотелось жить по-своему. И когда вот это продлилось полгода, чуть больше, может быть, я задумалась, что, наверное, мне что-то надо менять. Если такое происходит, тут не только мне, тут и во мне причина. Я стала молиться, Господи, помоги мне, научи мне молчанию. Молчанием приобретать. И просто себя сдерживала. И молилась. И какое-то время у нас даже не было никаких разговоров. Я вот так думаю, пусть, когда она понуждается, подойдет, спросит, скажет, я ей отвечу. А если она не нуждается, не буду надоедать. Наверное, года два продлевалось такое вот. А потом я заметила, что расположение появилось. И вот Бог вначале во мне достиг, а потом уже и приобрел ее, и приняло крещение, и замуж вышла. Есть еще, есть некоторые моменты, что обвиняют в семье, даже это раньше не придавало значению. Вот дети сейчас некоторые вышли замуж, женились, разъехались, другие даже города у нас. Но, тем не менее, на Новый год все съезжаются, хотя и затратно. Например, старший сын в Евпатории живет, с женой, с ребенком приехал в это на Новый год. Другой сын с Курска. Там старшая дочка с Петербурга, с тремя детьми. Ну, понятно, что с младенцами ехать в такую даль, такие затраты, то всегда можно найти причину, сказать, мы не можем, там болезнь, там нехватка, еще чего-то, все. Но если дети едут, значит, влечет, значит, в этот разрыв не произошло. И тут не то, что мы сказали, приезжайте. Совершенно нет. Но вот есть что-то такое, что родительский дом для них остается ценностью. Но я тоже понимаю, что у каждого ребенка есть вот этот потенциал, который, ну, по крайней мере, должен быть реализован. Ну, я так сам не имею музыкальных способностей, но у меня жена весьма музыкальный человек. Я тоже понимал, что у детей должно это быть. И в настоящее время у всех и голоса, и есть определенный музыкальный дрова. То есть все дети вы создали музыкальное образование? Создали музыкальное образование, да? Постарались дать, да. Кого-то приходилось заставлять, а кого-то даже останавливать, потому что он может день и ночь играть. То есть в этом плане Бог дал милость нам быть в городе, где есть музыкальная школа, хотя это тоже связано с определенными нагрузками, и для детей, и для нас. И когда детей много, там это связано с определенными издержками. Еще один момент, мы старались детей отправлять на разные инструменты. Ну, я как понимал, я слышал, например, Евгений Григорьевич проехал, сразу там 20 человек, детей в церкви на скрипку поступили. Неплохо, хорошо. Но я понимаю, что мы живем в совсем других условиях. Так представлял себе, что все скрипки неплохо, но нужно иметь какой-то ансамбль, какой-то оркестрик свой. Поэтому мы старались детей отправлять на разные виды инструментов. Ну, и понимал, что тоже сольфеджио, пианино все освоят. Ну, и такая как бы идея реализованная, она, кажется, была правильной. Да, не все у нас музыканты, но все со способностями. Это один момент. А с другой стороны, вот некоторые работают руками, кто-то головой, да, тоже. Ну, понятно, что все дети, говорю, едва они могли что-то делать, я их привлекал к физической работе. Ну, а реализовать себя в плане творческом, ну, те же компьютеры, те же программы, там, работа с электроникой, ну, где-то, наверное, тоже, я же сам радиоинженер по образованию, где-то они воспринимали это как само собой. Я только потом удивлялся, я нигде не учился, раз, может, что-то ремонтировать. Что-то, ну, думаю, что просто не скованная, не обрубленная вот эта инициативность в детстве, она дала развиться вот уже в юности и в зрелости в этим всем способностям в полной мере. Так, а как Вы использовали инструмент наказания? Ну, когда маленький, папа ремешком, я иногда рукой наказывала, но, как мне Владимир говорил, это неправильно. Рукой неправильно, потому что рука должна быть добрая, любящая, подающая. А для этого написано розга для ребенка, да, мне трудно было привыкнуть брать розгу в руку. Мне проще было так шлепнуть и сказать, иди, справляйся. особых таких у нас каких-то жестких наказаний не было, я этого боялась, чтобы не влиять на психику ребенка, например, на коленях стоять или там в углу, долго в углу могли поставить, но короткое время. Потом беседуем, и ребенок осознает, что он неправ. Для меня иногда бывала проблема, приезжаешь, например, неделю дома не было и больше, ну, там накопилось, Люба говорит, приедет папа, он с вами разберется. То есть, с одной стороны, они заслужили наказание какого-то, они ожидают реализации этого наказания, но обещано, и тут приезжает папа. И вот для меня была эта дилемма, чтобы приезд папы как судьи или приезд все-таки папы, папы. Вот это была некоторая проблема всегда, потому что без наказания оставить нельзя, но и чтобы дети не запомнили папу приезжающего только с наказанием. Поэтому вот как-то искал эти моменты, молился, переживал, но, говорю, для меня вот это было проблемным, не то, что приехать и разобраться со всеми. Понятно, дети, я даже вот работал с одним человеком на производстве, ну, с деревней человек, с сельской местности, и вот когда сейчас раздаются эти голоса, в том числе на различных высоких площадках государственных, что нельзя наказывать, дети имеют эту личность, особенно там на Западе вообще, вот этот человек послушал, видать, и ко мне подошел, говорит, Володя, можно тебе вопрос? А ты наказываешь своих детей физически? Говорю, конечно. Он говорит, правильно, меня отец бил, наверное, мало, а этот человек для меня, ну, очень хозяйственный, талантливый, на работе, не пьющий, то есть он электриком работает, и о нем высокий отзыв у людей, и он сам, говорит, и отец наказывал, и говорит, из меня хоть человек вышел. То есть есть законы Божьи вложенные в плане как дисциплинировать, вести, но чтобы вот эта вот вспыльчивость или только по-моему, оно чтобы не помешало еще Божьей руки воспитать. Какие ценности вы стремились привить вашим детям? Ну, касаясь духовных ценностей, наверное, это одно, страх Божий, богобоязненность, то есть чтобы не помнили ни папин взор и мамины глаза для них, а тот, кто над ними. Вот это старались всегда передать, потому что пока ты здесь, можно любое послушание добиться. Чтение Слова Божия, молитвы общие, молитвы в своей комнате. Когда выходят, я иногда не прослежу, дети вышли на улицу, смотрю, они помолились и ушли, даже маленькие. В школу. Им уже это привилось, они сами понимают, что нужно перед выходом молиться. Меня это радует. Ну, и были примеры воспитания такие общие, например, у нас был, однажды появился велосипед, тоже с Молдавии его передали, мы не могли себе позволить, детей уже было немало, и появился велосипед. Значит, было правило поощрения в семье, имеет право покататься, когда разрешили только. И вдруг один сын уехал без разрешения, его остановили мальчики, отобрали велосипед, и вот он боится прийти домой. Глубокая ночь только пришел, дрожит, но на него светло было летом. Но для нас это поздно, мы его уже искали даже, а он боится прийти, потому что нарушил несколько правил. Ну, понятно, жалко, и сам он понимает, чтобы провинился. Не только он тайно уехал, хотел покататься, вступилась препятствия непреодолимой силы, и велосипед исчез. Вот мы собрали всех детей и тоже говорим, видите, непослушание к чему привело. Бог снял охрану. Вот нам по милости Божьей передали этот велосипед, пусть старенький, но он катал, он на ходу был, и все могли пользоваться. А вот, во-первых, Бога прогневали, Бог охрану снял. А во-вторых, вот мы же говорили о правилах, Бог снял охрану, надо опять молиться Богу. Давайте вот... Как, чтобы возвратился? Как, чтобы он возвратился. Потому что мы не можем его найти. А где нам его искать? Город-то огромный. Вот мы со всеми детьми молились, этот плачет тоже. Господи, прости. Хорошо, хорошо. И вот мы помолились, Господи, вот как ты снял охрану и забрал или у нас этот велосипед? Так же его открой, отдай. Вот так мы с детьми помолились. Буквально на следующий день Люба идет по городу навстречу двое мальчишек катят велосипед, колесо проколотое. Смотрит, наш велосипед, она его... Я говорю, мальчики, это ваш велосипед? Да, наш. Давай пойдем к маме твоей и спросим. И он сразу бросил и убежал. И вот Люба прикатывает велосипед, мы опять собрались на молитву, то есть мы же вчера молились Богу, это уроки, уроки хождения перед Богом. И давайте поблагодарим Господа, во-первых, за то, что Он ответил на нашу молитву и очень оперативно ответил, день всего. Это тоже вот уроки воспитания, хождения перед Богом, чтобы под Его рукой ходить, его бояться прогневить. В последний год Вас почтил внимание губернатора. Расскажите об этих встречах. Я бы сказал, это хорошее было свидетельство о Господе во власти, да, Вы там пели и так далее, подробнее подробнее. У нас некоторое время была самая большая семья в коме и мы собирали документы по личной инициативе, подавали их на награждение родительской славы, есть такой орден, но нас каждый раз наши документы возвращали назад по разным причинам, то там на диспансерном учете кто-то состоит, то есть у Вас не идеальная семья, по здоровью оказывается, то там я не помню еще какие моменты, возвращали документы. Должны быть какие-то выдающиеся спортсмены, в чем-то выделиться, семья должна. Именно на патриотических каких-то моментах у нас этого не было. Ну вот один губернатор, второй менялся, третий назначают нового губернатора, видно, он имеет какой-то страх Божий, потому что практически едва он приступил к обязанностям, звонок из правительства республики к Любе, вы сколько, два года ждете приема, можете прийти в этот месяц уже. То есть очередь не двигалась никак, а здесь очень быстро оперативно. И меня не был. Но Люба рассказывает, она когда зашла на прием, там понятно есть советники, министры всякие, он встал, говорит, таким людям только стоя можно. И вот он встал, поздоров, приветствовал как бы так. Ну и вот у нас какие были нужды? Во-первых, мы хотели какой-то транспорт иметь, потому что во многих регионах России дают нам ничего. Где-то суды беспроцентные, гранды всякие, сертификаты на приобретение недвижимости жилья у нас ничего совершенно. Ну мы по значит недвижимости не проходили, потому что на нас дом молитвы, наш дом построенный, жилплощадь у нас очень большая, хватает на каждого ребенка. Вот в плане наводнений губернатор решил этот вопрос, говорит, город это не может сделать, тогда мы выделяем и мы смогли эти деньги реализовать в гидроизоляции дома. Но с другой стороны было удивлением то, что нас представили уже не по нашей инициативе, а он дал распоряжение представить к награде. Сама процедура награждения практически не было, нам просто сообщили, что Владимир Владимирович Путин подписал этот указ. Как мы это узнали, нам положено к этому ордену определенные денежные выплаты. И вдруг они пришли на карточку, они потом были использованы в приобретении машины, мы с помощью родственников приобрели машину. И тишина. Мы знаем, что к этому ордену какие-то льготы, какие-то еще поощрения многодетности, но ничего. И вдруг внезапно на праздник Вознесения звонок в понедельник из правительства в среду приходите в зал торжественной приема в республике Коми. Восток это. А Люба отвечает, нет, мы в среду не можем. Просто она как музыкант потом говорила, что за день подготовиться невозможно, чтобы поучаствовать. И она... У нас запись на прием еще была к врачу с ребенком. И она говорит, я не могу, мы не можем прийти в среду. Там тишина, потому что подобные мероприятия, они согласовываются, это же определенное время у самого губернатора, это же... И вдруг виновница говорит, мы не можем. Она потом говорит, что надо готовиться было. И действительно, мы у нас... Они говорят, а когда вы можете? В четверг можете? Можем в четверг. Потому что вот хотя бы два дня на подготовку. Ну, подготовились два песнопения. Одно из них очень прекрасно в данной ситуации. Вера Кушнир в нашей жизни самое прекрасное ценой денег покупается. я так и сказал, что эта жизнь дорого стоит. А вот самое важное, самое прекрасное Бог даром усмотрел вот это пение. И интересно, что когда мы начали петь, губернатор встал, ну, естественно, все там чиновники, что собрались, было сколько человек? До 30, да? Может, чуть меньше. И все вставшие слушали эти пения, участие, музыкальное участие. И второе пение Васи Перебековского о родителях. У Владимира и Любови Кулёминых восемь мальчиков и пять девочек. Старшему 32, младшему 9. Такое большое и дружное семейство живет в Сыктывкаре. В зале администрации главы коми семья занимает добрую половину мест. Я хочу выразить Владимир Васильевич, Любовь Васильевна, вам свое огромное уважение за то, что вы тихо, скромно, но посвятили свою жизнь самому замечательному служению. Это служение воспитания детей. и понимаю прекрасно, как еще совсем там по сравнению с вами подросток, потому что у меня всего пять детей, я понимаю, что такое 13 детей. Коллеги, 13. Поэтому сегодня это признание на государственном уровне, на уровне Российской Федерации Орден Родительской Славы это, конечно, безусловно, ваша заслуга. Супруги сразу решили, детей будет столько, сколько Бог даст. Поднять 13 детей дело нелегкое, в небольшой дом все помещались с трудом. Лет 10 назад возвели семейный очаг попросторнее, но достроить его большой финансовый груз. За поддержкой к руководству региона обращались и раньше, но именно сейчас получили ощутимую финансовую помощь. Мы, люди верующие, принимали каждого ребёнка как подарок от Бога. Было немножко трудновато временами, но в нашем быстро меняющемся мире мы детям прививали вечные ценности. Кулемины, говорят, любят друг друга и любят работать, потому и заботы не огорчают. Вся семья занимается музыкой, поют и играют на инструментах. Это не только ум развивает, но и душу облагораживает. Отдых для семьи – это выезд на природу. Дети с удовольствием учатся, четверо в вузах, трое живут в других городах России. У старшей дочери уже и своих трое детей. И, конечно, правила воспитания, как у мамы с папой. Во-первых, любовь между собой. Дети смотрят на нас, они учатся не по словам, а больше по делам. Если что-то у нас какие-то минусы, они это сразу замечают. А еще многодетная семья – это лучший способ социализации, говорят дети. Очень много ситуаций, в которых надо учиться не только самому выживать, а так, чтобы всем было хорошо. И эта школа действительно учит жизни. Помогаем мы с детства, как-то так нас родители приучили. У кого-то какой-то определенный труд в доме был всегда, распределяли. Дежурство по кухне у нас есть по дням до сих пор. Туда включается и готовка, и уборка. В КОМе 11 семей удостойны государственного ордена родительская слава. При награждении им выплачивается денежное пособие 25 тысяч из республиканского и 100 тысяч из федерального бюджетов. Очень кстати на обустройство дома Кулеминых. Глава КОМе пожелал орденоносной семье любви и взаимопонимания на долгие годы и призвал подрастающие поколения следовать примеру родителей. И вот что, ладно, там наградили, дали, руку пожали, но вот все потом чиновники детей разобрали, кто-то со мной, кто-то с Любой. Вот такие кружки потом и в этом зале, и в коридоре. Вот всех разобрали, что-то спрашивают, беседуют. Ну, ко мне одна женщина подошла тоже из правительства и говорит, можно с вами поговорить? Да, конечно. Говорит, у меня один и есть серьезные проблемы. А как у вас 13? У вас какие-то не такие дети. Говорю, конечно, 13 это не конвейер. Каждый ребенок индивидуальный стал говорить о том, что есть Бог, который дает милость, благословение, но на путях Господних. Вот, ну, наверное, минут 20 мы с ней об этом говорили. А потом оказалось, что практически у всех были такие вопросы, и все дети стали благовестниками. То есть, вот, получается, правительство Коми, там были еще со СМИ представители, то есть несколько министров было, там, госсовет. Оказывается, хоть люди большие в политике, в экономике, а душа у каждого есть. И у них были вопросы о душе, о жизни, о благословении Господних. Вот такой момент очень. Хорошее свидетельство. У меня был такой вопрос. Сейчас распространяется официальная такая позиция в протестантских союзах руководства душ по печенью о том, о семье, о том, что заповедь «плодитесь и размножайтесь», она уже не актуальна, потому что 7 миллиардов населения. Важно, Новый Завет не делает акцент на многодетности, на количестве детей, на количестве рожденных детей. Самое главное – качество их воспитания. Поэтому приветствуется планирование семьи. Это нормально иметь одного-двух детей. Главное – внимание уделите качеству их воспитания для Царства Небесного. Я читал, изданный отделом богословия и катехизации Российского Союза «Руководство к действию». Это советы для душ по печенью. У меня вопрос такой. У вас семья – 13 детей. Вот в чем ваша убежденность, почему это хорошо – быть многодетной семьей в современном обществе? То есть мы сегодня имеем эти вызовы не от мира, а от религиозной среды, где меняется взгляд на этот вопрос. Вот если вам бы пришлось участвовать на каком-нибудь таком семинаре или в каком-то таком сообществе, людей, которые мыслят иначе, какие бы вы аргументы привели в пользу того, что ваш образ жизни – это и есть нормальный библейский, соответствующий здравому учению? Что бы вы сказали? Ну, по крайней мере, мы их в Библии находим. Яркие примеры доверия, потому что жизнь у Господа. И доверяя Господу в этих вопросах, это значит знань Господа библейского, Бога Библии знать, а не просто своих представлений. Это один момент. То есть достаточно есть и библейских обоснований. Но с другой стороны, ярко, когда Бог ставит свою печать в этих вопросах. Вот помню, когда у нас только дети еще маленькие были, один сосед говорит, Володя, да что ты подумаешь немножко, что голодьбу рожаешь? Подумай о будущем. Нищету по свету, да. Нищету по свету. А вот дети подросли, ремонт в доме молитвы был, как раз мы пришли, буквально там день, два работы, огромный объем работ сделан, а он стоит, говорит, как в сказке у вас работа идет. Я говорю, а помнишь, ты говорил о детях-то? Да, было дело. Говорит, а где твои? Они принесены в жертву благополучия. Это один момент еще. Другое еще. Ведь не мы рождаем для Царства Божьих детей, а Дух Святой. А это делает Бог, когда мы стоим на Божьих путях, на Божьих позициях. Поэтому мы можем что угодно воспитать, а потом дети могут пойти по кривым дорожкам. Идея так красивая идея, но она больше, наверное, не библейская, а такая человеческая, философская, религиозная какая-то. Я вот так размышляю, что сила у Бога. Мы не знаем завтрашний день. Мы можем планировать, что вот это я смогу, а это я не смогу. И я выберу лучше это, потому что одна мне женщина сказала, мне сказали врачи, или ты избавляешься от пятого, или вы потом будете нищие, бедные, без средств существования. Я решила избавиться от пятого, чтобы четверо жили благополучно. А я вот так рассуждаю, что если Бог дает жизнь человеку, ребенку, значит, он даст и позаботиться пищу, одежду. Это все в его руке. Нам нужно довериться Богу и какие-то усилия применить, чтобы отстоять. потому что мне вот с седьмым ребенком я ходила в положение, и мне сказала врач, ты подумай, он будет у вас лишен всяких витаминов, твой организм уже истощен, тебя тех надо поднять, их надо и выучить еще, а ты вот не думаешь совершенно. Я говорю, что, конечно, мы люди, мы ослабеваем, но мы верим, что Бог поддержит. И Паша у нас вот родился седьмой, он самый крепенький родился, в противовес тому, что говорили. Он очень благословенный у нас ребенок. И отличник по всему ученому. Да, мы видим это тоже Божью поддержку. Какие еще есть аргументы? Меня как-то подвозил один брат, ну не нашего братства, дьяконское служение он несет. Я узнал, у него четверо детей, но пока ехали в машине. И вот я ему говорю, ну, наверное, еще будьте. Он говорит, хватит. Хватит. Дай Бог этих поднять. А я стал ему говорить об уповании на Господа. И он говорит, я все это понимаю, но реалии другие. И вот мы подъезжаем уже, там недалеко от где я живу, говорю, оставь здесь, у нас дорога плохая, тут я дойду. Он говорит, нет, до дома, может зачтется. То есть человек верующий, но какие-то вот, где-то он может понимает, что слабинка есть. А вот все равно, когда перед Господом человек правильно ходит, и в этих вопросах семейных отношений, наверное, тоже имеет свидетельство и дерзновение в Господе. Но вот ваше упование было испытано в этом вопросе? Ну, наверное, не раз было. Но, например, погружение в многодетность у меня было, как сейчас говорят, шоковое. Мы как только переехали, трое детей, рождаются четвертые, через месяц после переезда. Люба домой приезжает, буквально, да, на следующий день кровотечения, скорая увозит. А я детей в руках не держал. У меня, когда в Террасполе рождались, приезжала мама, я все в служении, в делах, я даже не знал, как перепеленать, как накормить. Вот у меня, там, сколько, четыре или пять дней ребенка, у меня на руках. Я в панике, не знаю, что делать. Это четвертая у нас родилась. Четвертая, да. То есть, угрозой для жизни мамочки и я. Так как скорая сообщила, что увезла практически с роддома женщину, приезжают с поликлиники и говорят, мы постараемся завтра ребенка забрать в детское отделение, в детскую больницу, в отделение младенцев, да, чтобы смотреть. Ну, это завтра. Сейчас, говорит, мы ничего не успеваем еще. Там нужно определенный документ, путь пройти. Я думаю, ждать до завтра. Ребенок кричит, и я взял себе в руки, так сказать, думаю, господи, надо что-то делать. То есть, ну, учились так вот. То есть, четвертый ребенок для нас был такими испытаниями для меня и для Любы. Это только переехали. Жизнь не устроена, никаких удобств в доме. Зима как раз, январь, морозное все это. Это четвертый ребенок. Ну, и потом менингит у Леночки. Лена восьмая. Сколько? Годика ей не было, да? Или было? Годы два месяца. Годы два месяца. Она потеряла сознание. Мы думаем, человек спит спокойно. У него была большая температура. Ночью плакала. Это утром спит спокойно. Не придали значения. Ну, может, после большой температуры отходит. Потом смотрим, что-то не просыпается. Попытаемся будить, не просыпается. Оказывается, она в коме уже несколько часов. Сколько мы даже не знаем. А ребенок, когда годик, это менингит, это вообще непредсказуемо. Это последствия практически летальный исход. Или же мозг отключается. И вот, когда мы вызвали скорую, она еще долго ехала. Может, минут 30-40. И вот, я понял, что это что-то серьезное. Когда врач приехал, мы объяснили симптомы. И вот она, стетоскоп, вставляет в ухо и промахивается. Это же машинальный жест, да, вставить, слушать ребенка. А я вижу, у него рука дрожит, и она промахивается. Я понял, что это что-то очень серьезное. В общем, сразу в больницу. И они мигалки и сирену включили уже около дома. Обычно на перекрестке. Менингит. Это как приговор. Там потом потревертили. Вначале они ее увезли и пункцию спинного мозга взяли. И в реанимацию ее в коме была. В коме сутки. Ну, это вот сутки, как ее увезли. А сколько часов в доме, мы даже не знаем. еще поддерживали сон медикаментозно, чтобы она не вставала, нельзя было. И вливание антибиотики. Ну, серьезное испытание-то в чем? что менингит, он дает непредсказуемые последствия в головном мозге. Я, когда врача спрашивал, в реанимацию приеду, спрашиваю, когда она пойдет на поправку. Он говорит, вы знаете, там, где касается головного мозга, статистики медицинской нет. Ну, то есть, как Бог даст. Как Бог даст. И как Бог дал? Бог дал, мы молились. Мы всех детей собрали. Постились, молились. Один день все в посте были. Даже детям объяснили. И так молились, чтобы Бог, если даст жизнь, если смотрит по воле своей, чтобы было, если даст жизнь, чтобы и здорово было. Без последствий. Мы так и молились. А если с последствиями, Господи, лучше возьми. Просто у нас были примеры и в Тирасполе есть родители, которые сами говорят, мы вымолили ребенка ради всего сохранить жизнь. Помню свидетельство папы и мамы на родительском. И вот, говорят, сейчас мы носим, водим, ничего. И вот, зная эти примеры, мы так и молились. Господи, если без последствий, ты жизнедатель, дай жизнь. То есть, все в твоей яснице. И вот, помню, прихожу в реанимацию, туда не пускают, в боксы, а врач открывает дверцу, говорит, послушайте, она гудит мелодию какую-то, то есть, она еще не разговаривает, не пела. Это уже, когда ей разрешали садиться, неделя прошла, после недели ей какие-то часы разрешали уже. и она, когда садилась, не вставала, она просто сидела и пела. Они говорят, она у вас поет. Как сегодня? Она уже вышла замуж. 21 год. В прошлом году замуж вышла, в январе месяце. Слава Богу. Это было испытание, серьезное испытание веры, упования и вообще будущности. Еще из области семейного воспитания один вопрос. Вот мы прививаем детям какие-то духовные принципы, нормы поведения. И дети из-за страха наказания могут подчиняться нам, повиноваться, но это не становится их убеждением. Меняется потом, они достигают совершеннолетия, меняется страна проживания и человек, когда уходит из-под родительского начала, из одной матрешки вылазит другая матрешка под названием сокровенный сердце человек. Какие есть советы родителям, чтобы помочь сформироваться человеку с убеждением, что я так живу, потому что это угодно Господу. Я угождаю Господу внешним видом, я угождаю Господом таким образом в жизни. И тогда обстоятельства меняются, а человек не меняется, потому что он знает, что такое ходить перед Богом. Он знает Бога, и он ходит перед Богом, и при чем тут внешний контроль. Я убежден, что я этим угождаю Богу. Так вот вопрос, как воспитание достигать убежденности? У меня такая есть мысль, что мы можем сами быть лицемерами. Вот если мы лицемеры, у нас внутри одно, мы хотим больше здесь пожить красиво, чем собирать сокровища на небесах, то дети это интуитивно они воспринимают и уже смотрят, они чувствуют вот эту тягу к земному, что мы всеми силами цепляемся за земное. А если для нас это всегда выбор Божий или человеческий, и мы делаем выбор, привязана ли я к дому, которому мы строили много лет, старались, смогу ли я оставить это ради Бога. Вот если я в себе это нахожу, что мне Божьи ценности важнее, чем такие мирские всякие. И вот внешний вид это тоже не надо наверное забивать и заставлять детей вот ты так должен, ты так. Мы можем подсказать, но ребенок все равно сам делает выбор. Он может даже неправильно как-то какое-то время себя вести, но это не должно вызывать у нас с нашей стороны такое раздражение, что ты не так делаешь, как я тебя учил. А все-таки терпение, молитва, а Бог помогает? Я согласен с Любой, что лицемерие, оно не в детях, оно просто проявляется в детях, оно закладывается раньше. В каком плане? Когда небо, церковь, Христос это тема проповедей только, а дома разговоры за чаем, за обедом другого плана, то дети видят вот эту двойственную жизнь и они воспринимают как норма жизни, как то, что по-другому нельзя жить. Поэтому они подчиняются этим нормам, почему они их видят. Может быть, их не учат этому предметно, но учат жизнью. И еще, когда, например, папа говорит, ты позоришь меня как пресвитера, а Бога не позоришь тем же внешним веном. То есть смещается вектор смотреть на Бога, а ты вот тут меня подводишь, то есть в плоскость земли, только в плоскость служения. Вот этим тоже теряется и учится лицемерие. То есть ты принимаешь человеческие уставления, вот эти научения или правила не как от Бога, а вот тут папу ты подводишь. Поэтому я никогда аргументации у меня такой нет с детьми. Мое служение, они должны в первую очередь Бога воспринимать. Может быть еще один пример воспитания детей. У нас старшая дочь была еще небольшая и с детьми гуляла. Мы говорим вот здесь ходи по улице, туда не надо дальше. Она взяла пошла дальше. Прибегает с криком, с плачем, руку держит на глазе, уже не помню какой. кто-то с пневматического ружья выстрелил, пуля ударила в глаз и ушла в череп туда. Глаз вверх туда. подбегает. То есть контузия глаза разбита все, красная абсолютно, ну пуля. Что делать, понятно, в больницу. Там сразу в больнице снимок, пуля там за глазом находится, только операция. Ребенок небольшой еще. Сколько лет это было? Лет 8-9. Ну она уже была за старшую. А причина ушла дальше, чем мы говорили. И вот мы тоже детям говорим, давайте помолимся. И Жанна вас повела. Конечно, вам интереснее там за запрет на чештой, но Бог почему-то снял тоже ограду свою. Кто-то выстрелил, может, по голубям, по воробьям, а попал совсем в другое. И вот мы молились. И вот тоже чудо Бог явил на операционном столе. Она уже была. Пуля выкатывается оттуда. Врач говорит, в моей практике... Он закапывал, раза три закапывал. Говорит, я последний раз закапываю. Если сама это не выйдет, значит, придется оперировать. И сам врач говорит, что у него большая, много лет практики. Вот такой случай уникальный, что... После третьего раза закапывание у нее вот сама... Пуля вышла назад сама. И вот что чудо мы молились. Сейчас я даже не знаю, какой глаз, левый или правый. У нее 100% зрение. Все восстановилось. И вот мы об этом детям говорим. Видите, Бог-то... Тут не папа и мама. Не перед нами надо ходить. Бог все смотрит. И вот даже Бог допустил беду, но Бог ее и уврачует. И вот когда такие наглядные примеры, не пропускать просто этих моментов. И это для детей, я думаю, это как бы в копилочку воспитания еще один тезис, еще одна ценность, еще одно правило. Ходить перед Богом. А когда ходишь перед Богом, лицемерия не будет. И тогда это не матрешка, будет эта цельность внешнего и внутреннего. Хоть в одежде, хоть в поведении, хоть в служении. Ну, наверное, суть в этом. Не быть самому, не иметь два лица. Сегодня порой тоже слышал, я, говорит, поступил не как пресвитер, а как отец. Ну, там речь об одних делах. То есть, подожди, так ты пресвитер для дома молитвы, а во всех делах, там, в школе, еще где-то, ты просто как отец. То есть, уже два лица. Я думаю, что должно быть одно лицо у человека, у христианина, по крайней мере. И тогда вот эта цельность и детям передастся. Ну, с той или иной мерой благословения. А когда у родителей вот есть разбежка какая-то ценностей, которые мы проповедуем, и ценность реальная, которая там, дети это очень четко читают. И тогда, подчиняясь внешним правилам, они где-то при смене обстоятельств, не только страны, в другой город поехали, свобода выбора какая-то, вот тогда проявится то, что действительно сокровенного сердца человек. А оно там живет. Поэтому наш маленький опыт такой вот. Особая благодарность вашей семье за Тимофея, который, благодаря которому обрабатываются все наши видео и становятся все наши эти интервью доступны на нашем канале всем тем, кто подписан на канал Наследие Верных. Благодарность вам за Сына, который посвящает много времени и помогает мне в нашем служении. Пусть Господь вас ваше служение и дальше благословит. Благодарим за то, что вы нашли время приехать для нашего общения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok